Какие по-твоему составляющие удачной фотографии? Ну это правильно выбранный ракурс, естественно у каждого человека он свой, поза. Правильно выбранный образ, правильные эмоции, которые раскрывает этот образ. Взаимодействие полное с фотографом. Все это плюс еще несколько неизвестных. Хотя нет, профессиональным фотографам все составляющие удачного снимка известны прекрасно. А что важнее, профессиональная модель или профессиональный фотограф? Профессиональная модель, однозначно. Вообще, фотографии, если говорить о профессиональной фотосъемке, то на 80% фотографии делает модель. Даже и непрофессиональная. То есть, в большей степени зависит от модели. Сейчас техника дошла до того, что на телефоне можно делать шикарные фотографии. То есть, у вас есть айфон, другая какая-то камера. Даже не знаю технических каких-то навыков, если вы работаете с профессиональной моделью, вы можете получить шикарные фотографии. Итак, о модели. В кадре она должна быть естественной. Попробуйте смотреть не в камеру, а мимо нее, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что он за вами подсматривает. Глазки всегда, вот куда носик поворачивается, туда и глазки поворачиваются. Поэтому сейчас носик повернул и глазки вот туда. Умница. Пункт второй. Эмоциональность. Не стесняйтесь заигрывать с камерой. Удивление, радость, может быть даже страх. Но не переигрывайте. Чувствуйте выражение лица. Прежде всего мы смотрим на лицо. Губы у модели должны быть не сжаты. То есть, не то, что должен быть открыт рот. Вот сейчас Саша, молодец, у нее есть уже опыт. Она уже, ее уже можно даже назвать профессиональной моделью. Вот. То есть, всегда напряжение, которое есть в человеке, оно считается в губах. Поэтому вы должны уметь, чтобы ваше личико было расслабленное. Составляющая номер три. Правильно подобранная поза. Вполне реально встать так, чтобы ножки выглядели длиннее, а талия уже. Саша очень красиво поставила ножку. За счет этого она получилась как русалка. Ножки сужаются очень красиво. Еще надо помнить, очень главное, это рука. То есть, нельзя показывать кисть. Саша, извини, неправильно руку. Неправильно. То есть, нельзя кисть ставить вот этой частью. Потому что эта часть всегда в камере смотрится очень громоздко. И рука, даже изящная маленькая ручка, смотрится очень большой. Пункт следующий. Пожалуй, самый сложновыполнимый. Динамика. Бегайте, прыгайте, танцуйте, кричите. Но помните и о первом параграфе. Естественность. В искусстве должна быть душа и настроение. И если у кого-то из этой пары фотограф-модель нет настроения, и он не вкладывает душу, фотография неинтересная. Поэтому вот это еще одна составляющая, грубо говоря, удачная фотография. Это именно внутренняя эмоциональная подача. И еще один важный момент. Не бойтесь фотографировать и фотографироваться много. Только у супер-профи все кадры получаются на отлично. Удачных фотографий желает вам Ксения Ушакова, Артем Соснин. Легкого дня.